МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия вообще, с моей точки зрения, встречала этот юбилей как-то очень вяло несколькими конференциями историков и телесериалами о демонах революции. И это, честно говоря, контрастирует с тем, что мы видим по всей Европе, где и выставки, и проекты о русской революции в последствиях, и такое впечатление, что по путинской вертикали был какой-то сигнал о том, чтобы не выносить вопросы февраля и октября в поле широких общественных дискуссий. Добрый вечер, Юрий Алексеевич. Извините за такое длинное вступление, но хотелось показать, что у нас на улицах. И вот я хотел вас спросить, согласитесь ли вы с таким выводом, что действительно власть как-то взяла и информационно погасила и столетие февраля, и столетие октября? Да, безусловно, это именно так. Это и есть ее политический курс. Он заключается в том, что она не знает, как оценить эти события. Она не имеет собственной позиции. Она боится этих событий. Ну, например, если говорить о февральской революции, то она должна говорить о крахе самодержавия. Значит, это почти что о себе. А если говорить о государственном перевороте, тогда надо прекратить учить всех в мире, что такое государственный переворот, будучи прямыми наследниками государственного переворота. Короче, она не знает, что с этим делать, боится и не дает никаких оценок. Это одна поверхностная такая ситуация с властью. Но это еще не все. Кроме того, в значительной мере она является прямым наследником именно того государственного переворота. То есть Ленинского. А того, который состоялся в октябре-ноябре 1917 года, она является прямым следствием и наследником. И она, в общем, от этого наследства не только не собирается отказываться, она его эксплуатирует всячески и по существу, и даже по форме. А наследником она является многих черт большевизма. Ну, назовем самые такие простые, например, беззаконие, отсутствие независимой судебной системы. Вообще принцип, цель оправдывает средства. Она боится рассуждать на эту тему. Жизнь человека для нее не имеет значения, так же, как и для большевиков. Ну, помягче, помягче. Можно и много чего перечислять во всех этих своих ипостазиях. Она является не просто наследником. Наследником она пытается копировать прошлое и использовать в своей политической практике. Ну, вот ваши единомышленники из Яблока, их партнеры из Парнас провели сегодня свою акцию у здания бывшего военного училища, где был центр сопротивления большевикам на улице Знаменка в Москве. Мы каждый год приходим сюда, к этому месту, где находилось Александровское училище. Его учащиеся, юнкера, в октябре 2017 года дали бой узурбаторам власти, которые ее захватили и сорвали демократический процесс в России. Ну, вот эта акция, говорил Сергей Митрохин, ваш коллега. И руководитель московской организации Яблока. Я, знаете, что хотел отметить в связи с этим? Вот ведь, несмотря на похороны, например, Деникина, там, с участием властей, с точки зрения российского закона, не жертвы репрессии, а тех, кто с оружием в руках воевали с ленинцами, ведь до сих пор преступники. Ну, вот я видел соответствующее решение прокуратуры и судов. Самое известное узаконивает расстрел адмирала Колчака самозванным большевистским ревкомом. Вот что делать с этим? Так, судьба царской семьи тоже вытекает из этого обстоятельства. Я еще раз говорю, прежде всего, речь должна идти о общественной, политической и правовой оценке государственного переворота, большевистского террора и всего периода советской власти, как совершенно незаконного периода в истории России. Собственно, суть его была в чем? Он сломал историческое развитие России и отправил его в тупик. И я во всех смыслах поддерживаю Сергея Митрохина как человека очень смелого и честного, который всегда, не только в юбилейный год, но он много лет борется против проявлений вот этого террористического начала и, в частности, выходит в память о юнкерах, которые защищали российскую государственность. Они же выступали против государственного переворота и защищали российскую государственность. А власть тех, кто осуществил этот государственный переворот, она сохраняется по сегодняшний день. И нынешняя власть, как я уже сказал, является прямыми наследниками этого государственного переворота. Георгий Алексеевич, а кто должен дать, собственно, вот эту оценку? Она же, по всей видимости, должна быть дана каким-нибудь юридическим образом, в том числе, не только морально-нравственным и так далее. Совершенно верно. Могут быть разные варианты, но в том числе это может быть и Конституционный суд России с участием представителей Генеральной прокуратуры, с участием общественных организаций. Это комплексная вещь. Здесь можно рассматривать самые разные варианты. Но самое главное, что должна быть политическая воля оценить весь этот период и дать ему соответствующее определение и заключение. Кстати говоря, без этого движение вперед невозможно. Это просто факт нашей жизни. И не случайно Владимир Путин и его правительство избегает какого бы то ни было серьезного разговора на эту тему. А вот, кстати, о Путине. Было открытие памятника жертвам репрессий. Я хотел бы дать пару цитат из этого выступления. По-моему, это достойное обсуждение. Ну, в частности, то, что говорится о жертвах репрессий, без упоминания тех, кто эти репрессии, собственно, проводил. Большевиков, Ленина, Сталина. Для всех нас, для будущих поколений, что очень важно, важно знать и помнить об этом трагическом периоде нашей истории. Когда жестоким преследованием подвергались целые сословия, целые народы, рабочие и крестьяне, инженеры и военачальники, священники, государственные служащие, ученые и деятели культуры. Страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти. И тем более невозможно ничем оправдать. Никакими высшими, так называемыми, благами народа. Я хотел бы попросить разрешения у Натальи Дмитриевны Солженицыной. Я хотел бы процитировать ее слова. Знать, помнить, осудить и только потом простить. Полностью присоединяюсь к таким словам, к этим словам. Да, нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий. О тех причинах, которые их породили. Но это не значит призывать к сведению счетов. Нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния. Ну вот, сторонники Путина, наверное, сказали бы вам, что вы призываете к сведению счетов и подталкиваете к опасной черте противостояния. Вы же не говорите, что надо всем слиться в едином экстазе и простить. Вот это слово простить, я не очень понимаю, кому оно обращено, кого должны простить. Я тут должен сказать, во-первых, что репрессии, о которых говорит Путин, это прямое следствие того государственного переворота, который состоялся в ноябре-октябре 1917 года. Это прямое логическое, политическое следствие того террора, который развернули большевики. И, судя по всему, судя по нашей истории, оно было неизбежным. Что тогда сделали большевики? Они развязали гражданскую войну. Гражданскую войну они развязали как горячую войну, затем в виде террора, и она продолжается на сегодняшний день в виде холодной гражданской войны. Она так и сохраняется. Но Путин еще сказал одну фразу или слово. Он сказал, осудить, ну так, как говорится, ну и что? Где же это осуждение? Какое осуждение? О каком примирении без оценки и без осуждения можно говорить? Примирение без осуждения – это потворствование преступлению. И это говорит о предпосылках к повторению этого преступления. Вот все, что я могу сказать на эту тему. Путин привык говорить про одни и те же события разные слова. А вот это такой пример, когда в этот момент говорят такие слова через одну минуту, другие в другом месте, третьи. Ну, это политический постмодерн. Вот он, лидер такого политического постмодерна. Но это ведет к тупикам в развитии страны. Это ведет к тому, что страна оказывается лишенной перспективы. Потому что, не оценив все, что произошло, не дав соответствующие оценки, не найдя нужные решения в этой части, невозможно двигаться вперед. И ни одна проблема России не будет решена, пока Россия открыто, честно и мужественно не оценит свое прошлое. Но она не делает этого, потому что нынешнее руководство является частью этой большевистской группы только в новом виде. В том виде, в котором это свойственно современию, нашему времени. — Дмитрий Алексеевич, скажите, пожалуйста, а вот в каком смысле все-таки связана нынешняя власть с тем классом, который правил почти 70 лет, о нем вы тоже пишете, с номенклатурой коммунистической партии? — Ну вот я тут видел, что господин Долгих, бывший член или кандидат члена политбюро, он присутствует теперь в политической жизни в качестве члена Совета Федерации. И вместе с Собяниным там был на параде по случаю очередной годовщины парада 41-го года. Но это такое единственное яркое, может быть, исключение. А вот все остальные... — Дело не в персонах и дело не в фамилиях, а дело в том, какая политическая практика продолжается, как осуществляется, в какой форме осуществляется руководство страной, как принимаются решения, какие принимаются решения. Вот, собственно, в чем дело. Вот объем лжи, например. Объем официальной государственной лжи. Но он же примерно такой же, который был и сразу после государственного переворота. Ведь большевики понимали, что их власть не может иметь легитимности, потому что они всех обманули. И лишившись возможности легитимизировать собственную власть, они сделали что? Они непрерывно лгали. Вот они лгали, и эта ложь продолжается в огромных масштабах и по сегодняшний день. Все остальные признаки отбора кандидатов на высокие посты, назначения — это та же самая система номенклатуры. Только она сейчас исключительно персонифицирована, упрощена и даже примитивизирована по сравнению с поздне советским периодом. Точно так же, как и реабилитация Сталина в самых разных формах. Но вот все эти события, они просто подчеркивают о том, что на сегодняшний день можно констатировать, что период постсоветской модернизации, он завершился провалом. И все нужно будет начинать сначала, когда придет к этому время. Вот хороший вопрос. А когда придет к этому время? Вы, так сказать, рассчитываете на какую-то дистанцию, связанную с этими выборами 2018 года президентскими? Или это все-таки подальше будет? Я думаю, что эти выборы могут стать частью этого процесса. Насколько это будет решающая, часть события покажет. Но то, что это определенная часть, пути, которые нужно будет пройти к тому, чтобы вновь вернуться на старт модернизации России, ну, это безусловно. Может быть, это только будет небольшой шаг. Может, это даже не явится шагом. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события. Я еще вернусь к революционной теме. Но вот есть такая позиция, что 2017 год дал огромный толчок социальному развитию. Вы специалист по социальным вопросам тоже. В частности, в западном мире, когда правящие классы стали улучшать социальное положение трудящихся. Ну, а для России в некотором смысле исполнились пророческие слова Чаадаева о том, что она должна дать урок всему миру. Но, видимо, что не надо делать. А там стали делать, что надо. Как вы к такой позиции относитесь? Ну, я не хочу, чтобы моя страна все время была пугалом. Ну, конечно, когда весь мир увидел, что в России уничтожают собственных граждан, причем это происходит в масштабах сотен тысяч людей и миллионов людей, конечно, он испугался. И в той части, в которой он мог понять это событие, он пытался принять соответствующие решения, чтобы избежать классовой борьбы в тех формах, в которых она проходила в России. Но я не хочу, чтобы моя страна и мой народ являлся примером, как не надо делать. Чтобы мы были постоянно каким-то отрицательным образом, отчего все в мире делали все совсем наоборот. Этого я никому не пожелаю. И я хочу сказать, что большевизм, вот как политическое движение, это то, что необходимо преодолеть в любом случае. Что же касается социальных вопросов, ну, я простую вещь вам скажу. Вот иногда речь идет об образовании. Но ведь из образования большевики выкинули огромный пласт. Гуманитарный, прежде всего, да. Ну, гуманитарный, собственно, пласт, изучающий жизнь. Они выкинули всю историю, всю философию, всю социальную... Ну, и не только гуманитарную, а экономику. Они просто выбросили все это из сознания людей. Так трудно поэтому. И сегодня так трудно. Нет же даже школы никакой. Оставив только, естественно, технические науки и науки пропагандистские, которые и науками-то не являются. Вот вам и социальное развитие. Кроме того, Россия ведь так масштабно и не вышла из бедности. Она была в ней. Да, была очень соблазнительная идея, с которой большевики совершили этот государственный переворот. Это была идея справедливости. Ну, и равенства, наверное, тоже. И равенства. Ну, справедливости и понимание справедливости как равенства. Но это страшная идея в той реализации, когда способом установления справедливости и равенства является насилие. Поэтому эта идея стала, ну, самой кровавой из всех мыслимых идей в истории человечества. Насильственное принуждение к справедливости и равенству – это море крови и прямой обратный результат. Прямо обратный. Прямо обратный тому, чего хотят достичь. Ну, не зря в Писании сказано, что рай и справедливость будут после Второго пришествия. А все, что делается в этом направлении до этого – это богоборчество, на самом деле. Это серьезная вещь. Очень серьезная. Вот мы получили такой страшный урок. Стремление к справедливости – это одно дело. А установление справедливости оружием, силой, уничтожением и террором – это практика, которую человечество должно изжить из своей жизни. Иначе это всегда будет связано с трагедиями. И чем больше эта идея, тем больше крови. Ну, нынешний режим, он применяет насилие, я бы сказал так, менее масштабно, точечно. Может быть, это тоже урок революции для российской элиты, что нужно не реки крови, а вот ручейки пускать и пугать людей. Знаете, я на этот счет приведу вам такую грустную шутку, как человека везут в морг. Он спрашивает, куда вы меня везете? Мы вас везем в морг. Так я же не умер. Мы еще и не доехали. Поэтому не надо пока так сильно радоваться. Значит, это только начни. Только начни. Есть уже, по крайней мере, журналистские свидетельства о внесудебных расстрелах. Причем много людей. В Чечне вы имеете в виду? В Чечне, в частности. Но это же Российская Федерация. И так и не доказано обратное. Не доказано обратное. Я могу вам сказать и о людях, которые находятся в тюрьмах по политическим причинам. Такие есть. Ну, уже до сотни были полиции включены. Но вообще говоря, что очень важно подчеркнуть. А какая может быть перспектива, если страна ведет войну? И даже не одну, а две. Так еще и мало того, что войну, еще и ведет кровавую войну с собственным ближайшим соседом с Украиной. Вот пока эта проблема не будет снята с повестки дня, никакой перспективы нет. И вообще разговаривать о том, что можно решить проблемы пенсии, можно решить проблемы бюджетной обеспеченности, можно поднять экономию. Это все просто слова, не имеющие под собой никакого содержания. Я вот это хочу сказать очень твердо и обратить всех внимание. Что, уважаемые и дорогие друзья, если вы ждете улучшения жизни, то до тех пор, пока не прекратится война, пока не прекратится бессмысленное военное вмешательство в Сирии, пока не будет решена проблема Донбасса, не будет решена проблема Крыма, никаких разговоров и никаких предпосылок для улучшения жизни в стране нет. Ну а они вам скажут, это же плата за наш великий подвиг присоединения Крыма, весь мир против нас, а мы русских защищаем. Это же позиция так называемого путинского большинства, что надо пострадать, потерпеть за кризис. Да, заплатим за то, а территория увеличивается. Я уже говорил вам сегодня, что сейчас одной из черт нынешней власти является то, что очень много говорится о том, что не соответствует действительности. Все, что вы сейчас мне процитировали, это все не соответствует действительности. И независимо от того, кому-то нравится это или не нравится, но фактом является то, что без решения этих проблем ни экономические, ни социальные проблемы страны решены никогда не будут. Вот. Без нормализации отношений с миром. Потому что одно вытекает из другого. Если решать прекратить войну, значит, дальше из этого нужно, опираясь на это, предпринимать активные действия по нормализации отношений с миром. Не может Россия жить в изоляции. Не может российская экономика развиваться в изоляции. Это просто невозможно в принципе. Дальше нужно будет решать вопросы и судебной системы, и правовой системы, и частной собственности, и экономики в целом. Но только именно в такой последовательности. Напомню, что Григорий Явлинский у нас в студии «Радио Свобода». Григорий Алексеевич, вот хорошо. Ну, например, война в Сирии. Пожалуйста. Есть позиция людей вполне либеральных и демократических. Ну, Россия туда втянулась в связи с борьбой с халифатом, с этим самым кровавым ИГИЛ. Вот надо его разгромить, террористов и злодеев. И почему оттуда надо уходить? А ваша позиция, позиция яблока, жесткая антивоенная, я так понимаю, что там в России делать нечего сейчас. Нет, просто не надо России участвовать в гражданской войне в другой стране и защитять диктатора, который правит много десятков лет в этой стране, участвовать в сугубо внутреннем мусульманском конфликте. Не надо в это лезть. Это очень далеко от национальных интересов России. А как же кровавые злодеи? Второе, что касается того, что рассказывают про ИГИЛ, то, опять же, это не вполне соответствует действительности. Победных реляций очень много, разговоров очень много. Но на самом деле, когда вы анализируете, что же именно говорится, то говорится одна такая абсолютно неприемлемая вещь, что мы там испытываем оружие. Мы там чуть ли не маневры проводим. Мы убиваем там людей. Это ли способ испытывания оружия? Мы убиваем там гражданское население? Это случается потому, что идет война. Вот такой способ заставить с нами разговаривать весь мир, это способ, о котором я бы хотел сказать так. За силу уважают, а за насилие ненавидят. Расплата за такую политику впереди. Она еще даже не наступила. Это была грубая ошибка, лезть в чужую гражданскую войну. Это вопрос не просто антивоенный. Хорошо, зачем это нужно было Путину? Ну, очень просто, потому что он предполагал, что таким образом он создаст себе платформу, чтобы с ним вели переговоры как с равным. И таким образом отвлечь внимание от Украины. Это было совершенно понятно. Но из этого ничего не получилось. Он представлял себе, что он будет как СССР. Например, там СССР, как известно, на Балтийские республики, когда вошли в СССР, их же тоже никто не признавал, что они являются частью СССР. Но важнейшая роль, которую сыграл Советский Союз в победе над гитлеровской Германией, она изменила статус Советского Союза. Этот вопрос был задвинут на десятый план, и Советский Союз и его лидеры стали полноправными участниками всех мировых соглашений, создания ООН и вообще раздела мира на сферы влияния. Вот он предполагал, что получится что-то похожее. Как в Ялте. Да, вот ничего похожего. Так вот мы же опять продолжаем. Это вот опять продолжение той же самой большевистской политики. Это продолжение политики, придуманной, скажем, сформулированной в начале 70-х годов политики ограниченного суверенитета. Что вы, конечно, вот восточноевропейские страны суверенны, но до определенного момента. Пока пражскую весну не устраиваете. А почему? 56-й год, или там 68-й год, или дальше там, то все, что происходило в Польше. Вот. Все, вы суверенны, но в ограниченной. Вот то же самое с Украиной. Вы, конечно, суверенны, но до тех пор, пока вы не стремитесь в Европу. До тех пор, пока вы не хотите стать европейской страной. Вот ведь это продолжение той же самой политики. А каков результат теперь вот этой украинской войны и сирийской войны? Вы можете коротко подвести... Изоляция России, потеря темпов развития, потеря перспективы. Просто стагнация в экономике, это в лучшем случае стагнация. Вот. Ну и вообще, ведь не случайно никто сегодня из руководителей России не в состоянии ничего сказать о будущем. Это же не случайно. Вот это такая плата. Вот потеря будущего, потеря представления о будущем России, это плата за авантюрную политику, как в отношении Украины, так и в отношении Сирии. Тяжелая плата. Хорошо. А способ решения тогда? Вот ваш способ решения, давайте по Сирии, например. Что делать? А там должен быть просто принят план поэтапного вывода, его надо не врать больше. Это же каждый раз все время говорится, мы оттуда выходим, и мы оттуда не выходим. Мы выходим, мы уже вышли, и вот мы там опять, и мы совсем даже не вышли, и мы что-то освободили, потом опять не освободили. Вот все это надо прекратить, нужно объявить о постепенном плане вывода, поэтапном, и в течение короткого срока времени выйти оттуда и закончить с этим всем. И пускай Асад разбирается со своими проблемами сам. А как же престиж? Нам совершенно нет. Вот в этом и был бы престиж. Престиж заключается не в том, чтобы врать все время и заниматься бессмысленным делом. Это ведет к Афганистану. Афганистан не сильно много нам принес престижа. Престиж заключается в том, чтобы принимать жесткие, серьезные, ответственные решения и уметь нести за это ответственность. Принимать те решения, которые соответствуют национальным интересам страны. Вот и весь престиж. Хорошо, а по Украине национальным интересам России что сейчас соответствует? Что нужно было бы сделать? Вот есть некие переговоры Волкера-Суркова, бессмысленные с точки зрения России. Ну, еще Сурков сейчас пишет какие-то странные статьи, так сказать, о том, что Запад весь там идет к краху. Но, тем не менее, что делать опять же? Ну, значит, надо, если говорить о Крыме, то надо проводить международную конференцию, ее инициировать, вырабатывать дорожную карту и строго следовать тому, что там будет принято. Но Украина не пойдет ни на какую конференцию? Ну, если это будет международная конференция, я думаю, все будут заинтересованы в том, чтобы в ней участвовать. Там будут участвовать все, и Европейские Союзы, и Турция, которая недавно сказала, что она никогда не признает Крым. Вот, там будут участвовать и страны-гаранты Будапештского протокола. В общем, там будет такое, другого решения все равно нет. Это не решение, это процесс. Надо собирать международную... Ну, вы знаете, вот это одна из таких большевистских ловушек, когда вы затеваете процесс, но вы уже знаете результат. Вот. Я... У меня были бы мои собственные предложения в отношении этой международной конференции. Мое собственное предложение заключается в том, что там нужно будет под международным контролем, наблюдением проводить референдум. Я об этом говорю с марта 2014 года, потому что референдум, который там прошел, его нельзя признать. Закон. Ну, это длинная вот история. Но начало этого всего, это признать необходимость такой международной конференции по Крыму и провести ее. Ну, потом будет выработан определенный процесс, который позволит решить эту проблему. Что касается Донбасса, то нужно прекратить всякое военное вмешательство в Донбассе, закрыть границу, прекратить все виды военной и другого такого типа пропагандистской поддержки сепаратизма. И одновременно инициировать и принять все меры для обеспечения безопасности граждан, живущих на территории вот этих республик, так называемых, Донецкой, Луганской, с тем, чтобы там не было расправы, не было мести. Ну, в общем, это... А что там, передать это под управление каких-то миротворцев? Да, это вопросы международных сил безопасности, и это тоже вопрос... Но начало этого всего, закрытие границы и прекращение поддержки всяких террористических и сепаратистских группировок, которые там, безусловно, есть и пользуются российской поддержкой. А с российскими гражданами что делать, которые туда отправились в виде там, в Моторол, и их там нет? Да, вот надо их всех забрать назад, вот, и предложить им здесь чем-нибудь другим заняться срочно. Вот боюсь, что они ничем конструктивным заняться-то не смогут. Вот, но это вот уже следующий вопрос, он напрямую... По крайней мере, меры, о которых я говорю, это меры, которые прокладывают дорогу к тому, чтобы двигаться вперед. А вот переговоры, которые вы упомянули, они, судя по всему, вообще никакого смысла не имеют. Но самый главный там вопрос, отказаться от доктрины ограниченного суверенитета. Как только будет принято решение прекратить давить на Киев, прекратить указывать Украине, как ей жить, значит, остальные решения уже будут приниматься без особых затруднений. Ну, вопрос такой, а российская элита способна на такие решения? Предположим, вот вдруг Путина нет, а вы есть. А элита с ее интересами, с военно-промышленным комплексом, с номенклатурным прошлым, она существует. Это сила. Если будет политическая воля и будет понимание, что углубление кризиса в России является прямым следствием вот всех этих событий и безобразий, шаг за шагом, жестко, твердо, без всяких отступлений от этой линии. Эту политику надо реализовывать. Вот, собственно, все. У вас, как у экономиста, есть сейчас доказательства того, что идет углубление кризиса. Вот я сегодня открыл ленту, а мне сообщает Интерфакс, что инфляция снизилась до 2,7%, и это хорошо. Да, это очень просто. Посмотрите, сколько банкротств. Посмотрите, что происходит с банковской системой. А что происходит с банковской системой? С банковской системой происходит большой, глубокий, серьезный кризис. Вот банки находятся... Траст, открытие, да, вот это все. Да, я имею в виду и эти, и другие банки. Они все находятся на грани очень большого кризиса. И, кроме того, ограничение доступа к международным финансам является исключительно существенным для российской экономики. Российская экономика не может развиваться в изоляции. Она не может развиваться. И, кстати, должен сказать вам, что проведение политики, которая сделала Россию объектом применения санкций всех форм винов, это политика, за которую еще внуки будут рассчитываться. Вы имеете в виду отставания? Внуки. Технологические. Внуки будут рассчитываться. И в части технологического отставания, и в части экономической стагнации, и в части того, что Россия будет постепенно выводиться даже с периферии мировой современной экономической системы. На самые дальние рубежи. Я думаю, что политика, которая привела к такому развитию событий, она просто не имеет никаких извинений. Ее никак невозможно оправдывать. Никаких оправданий у этой политики нет. Никто не имеет права огромную страну, огромный народ делать мишенью для санкций со стороны всех остальных стран вокруг. Это просто абсолютно недопустимая политика. Независимо ни от чего. Но опять это продолжение большевизма, как большевики же завели Россию в такое авторхическое, изолированное положение, по крайней мере, до конца сталинского периода. В общем, жестко держали ее вне мировой экономики. Ну, это же безусловно. Ну, это безусловно. Я же говорю, они, нынешние правители, они являются прямыми продолжателями того же самого дела. И повторять это нужно только лишь для того, чтобы понимать, какой строй и какое наследие большевизма необходимо преодолеть. Ну, кроме большевизма, знаете, есть еще и нечто новое. Да, вот, современный российский капитализм. Вы его анализируете в своих книгах, действительно, очень интересно. Но вот, на мой взгляд, я тут соглашусь с коллегой Кириллом Мартыновым. Это Россия 2017 года, в некотором смысле, это такая советская карикатура. Буржуй сидит на полицейских дубинках, потом там вот эта вот война в Украине и в Сирии, а внизу нищие бюджетники, натуральное хозяйство, регионы, где нет денег, и вот эти самые сверхбогатые, которые потребляют на глазах у нищих. Вот это вот воплощение капитализма из советской пропаганды получилось, да? Когда это сделали? Это сделали в середине 90-х годов. Ну, зато в нулевые укрепили очень. Укрепили, потому что деньги появились только поэтому. А вообще сделали фундамент всей этой системы, положили в середине 90-х. Это ваучеры, залоговые аукционы. Вот вам и все. Вот вам эта система. Мы так и будем ходить в это прошлое 90-х годов вместе с Путиным, который тоже его клянет, хотя он продукт 90-х годов. Или мы с вами покажем какое-то будущее, как из этого выйти. А, видите как? Мне не нравится. А это то же самое, что говорить о большевизме 17-го года. Или что говорить о государственном перевороте 17-го года. Или что говорить там о репрессиях. Это то же самое. А это был вот современный большевизм такой. Цель оправдывает средства. Люди не имеют значения. Давай быстро-быстро, сейчас все быстро сделаем. Раздадим самые крупные куски собственности всем вокруг. Вот раздадим, сделаем это. Вот мы имеем фундамент экономики. Я не знаю, что там, какие карикатуры можно нарисовать. Да любые карикатуры. Но суть-то в чем? Нет прав частной собственности. У любого все можно отобрать. И в этом смысл правления Владимира Путина. И в этом был смысл передачи этого правления от элиты, которая сделала это все в 90-е годы. И назначение его как охранника этой системы. Вот его и назначили. Он и охраняет вот эту систему, основу которой заложили тогда. А у вас нет ощущения, что круг охраняемых сильно сузился за последнее время? Нет, я больше того думаю, что он сначала сильно расширился, потому что он туда подсоединил своих товарищей, туда он засунул. А теперь количество денег уменьшается, поступление в систему, начинается переделать собственность. Вот как с АФК-системы, например. С Евтушенковым, да. Да, это прямой передел собственности. Опять же, потому что легитимностью эта собственность не обладает. Вот же в чем дело. Как и система не обладает легитимностью. И это не обладает легитимностью. А карикатурки красивые, да любые можно сейчас нарисовать красивые. Да, это действительно создали капитализм. Это правда не его мысль, она из литературы, из печатных изданий, западных, что поразительно, что создали капитализм точно, как его делали карикатуры в советское время. Такой капитализм, вот как они его понимают. А ведь говорили же, вот вы же прекрасно помните, как говорили, что первоначальное накопление, вы же знаете, говорили. За первый миллион не отчитаться. Да, первоначально, вот и все. Вот мы живем в системе, при которой была официальная политика, что за первый миллион не отчитаться. Первоначальное накопление капитала всегда преступно. Ну, пожалуйста, вот у вас оно все и есть. Любого сейчас можно вызвать. Путин может вызвать кого угодно и сказать, делай вот это и не делай вот этого. Не будешь слушаться, все отбирай, потому что это не твое. Это твой первый миллион и так далее. Вот где фундамент. И это тоже нужно будет серьезно, умно, без ущерба, никого не унижая, исправлять. А что можно исправить в том, что происходит в текущей политике? Вот есть проект бюджета, например, и мы видим там образование, наука, медицина и прочее. Все, какие-то копейки, зато там, по-моему, оборона процентов 18, полиция 13, ну и все прочее. Если вы живете в режиме осажденной крепости, если главным направлением политики является милитаризм, если вы все время кому-то что-то хотите продемонстрировать и показать, вместо того, чтобы решать вопросы об устройстве страны, ведь мы какую провели кампанию? Мы ввели кампанию, пора вернуться домой, пора вернуть вот эти деньги, которые тратятся на бессмысленные, кровавые и опасные авантюры. Вернуть эти деньги надо домой, для того, чтобы там же видно просто, как эти деньги могли бы быть использованы внутри страны и на что они должны быть использованы. Не говоря уже о том, что еще более важно, что совершенно не ценят никого из наших людей, которых туда же отправляют воевать. Вот совсем недавно имел длительное обсуждение вопроса, связанное с Виктором Магеевым, нашим военнослужащим, которого захватили и арестовали в Украине. Никто же не хочет им заниматься. Ни поспредство, ни посольство, ни адвокатура, ни министерство обороны, вообще никто. А его нет. Вот как тогда в Чечне отправили воевать, их там всех в яму посадили, все, министр обороны отказался, сказал, не знаю их, министр ФСБ или контрразведка была, уже не помню, отказался от этого, министр внутренних дел отказался, Ельцин молчал, премьер-министр отказался. 1994 год, да, помню. Конечно, декабрь 1994, ноябрь-декабрь 1994 года. Ну да, вы поехали там, Юшенков поехал, вытаскивали. Вот в чем сегодня проблема. Проблема на сегодняшний день в чем? Опять люди не нужны, они не имеют никакого значения. Опять безымянные могилы, опять людей там убивают. Никто точно не знает количество жертв, ни в Сирии, ни в Украине. В Украине это вообще меряется десятками тысяч людей. Никто точно не знает, сколько людей там погибло. А если арестовывают или захватывают в плен, как хотите, можете это квалифицировать. Никто их не выручает, никто их не защищает. Вы же их сами туда отправили. Вы же сами заставили их туда ехать. Вы же их купили и отправили туда. Там в 25 лет, не знаю, как они соображают, но вы же несете за них ответственность. Ну что же вы даже... Там консул дал свой телефон, оказалось, что это телефон факса. Вот какой цинизм. Вот это и есть большевизм. Когда жизнь людей не играет никакой роли и не имеет никакого значения. Да, в некотором смысле это повторение того, что делалось с советской властью, там во всяких разных локальных войнах. Это не повторение, это продолжение. Это все то же самое. Это вся та же самая политическая практика. Проблема в том, что общество это терпит и войну не воспринимает как серьезную угрозу себе. Вот как это разъяснить? Мне пишут, говорят, когда Григорий Алексеевич создаст какой-нибудь центр, который сможет достучаться до каждого честно, умного, порядочного, талантливого человека в России. Для центра такой есть. Нет средств доставки этой информации. Потому что это тоже большевистская практика. Полностью монополизированы все источники политически значимые, источники информации. Полностью монополизированы все средства массовой информации. Они все превратились в пропаганду. Они не являются больше средствами массовой информации. Они являются средствами массовой пропаганды. Все они так сейчас работают. Поэтому никакого другого способа здесь не существует. Ну то есть интернет и немного прессы. Интернет тоже отчасти. И некоторые издания, ну как там, например, «Новая газета», но их очень-очень мало, и возможности их весьма ограничены. Это признаки такой современной, гибридной, хотите скажем, авторитарной, но можно уже сказать гибридной, гибридной, современной, тоталитарной системы. А как же, когда все выстроено в одном направлении? И с помощью этой пропаганды можно говорить все, что угодно. Скажите, а как вы восприняли появление Ксении Собчак на политическом поле в качестве кандидата в президенты? Это сильный для вас конкурент? Да нет, ну пускай будет. Пускай все, кто угодно. Вот вы же, смотрите, мы ведем передачу, и у нас на экране все время... Разные люди. Да не разные люди. Вы пропагандистский орган, вы выбрали себе людей, занимаетесь их пропагандой, но это ваше. Мы и вас показываем. Да что вы говорите, я как-то не замечал. Вот, ну это не важно, это не важно. Я не понимаю, к чему вы это делаете? Ну делайте, делайте. Как соображаете, так и делайте. Не в этом вопрос. Нормально воспринял. Там еще другие девушки выдвинулись, там их целая группа. Еще будут выдвигаться. Прекрасно. Пускай выдвигаются. Чем больше, пускай. Пускай все участвуют. А вот Михаил Михайлович Касьянов сделал заявление от партии Парнас, есть такая партия, что надо всем хорошим кандидатам, прогрессивным и демократичным, и вам, и Собчак, и Навального, какую-то коалицию такую создать. Ну хоть, чтобы просто не собачиться попусту в этих телевизиях. Мы не собираемся. Ничего. А что, собственно, что? Там один кандидат говорит, у меня нет программы, что с ним собачиться, пускай будет. Это вы о ком? Ну о ком-то из них, я точно не помню. Да. Нет программы, ну и молодец, что нет программы. Сказал что-то правильное, молодец тоже. Вот, все. Михаил Михайлович пусть создаст коалицию, все что хочет. Он обычно создает коалиции там с кем? С Мальцевым. У него обычно такие коалиции. Эффективные. Ну то есть вы как такой кандидат-одиночка от своей партии, и вам скажут, вот они недоговороспособные, это тоже наследие большевизма. Это не я придумал, это мне в Фейсбук написали. Да. Ну, тут уже что же я могу сказать. Значит, здесь, когда... Я уже приводил этот пример, могу вам еще раз повторить. Вот как вы себе представляете, на стадионе бегут 100-метровку, там 10 людей, 10 спортсменов. Они как должны договариваться по ходу бега? Они между собой должны соблюдать правила? Вот. А в России не соблюдают правила? Ну, хорошо. Ладно, Миша. Разберетесь, когда почитаете законы, тогда поговорим. Да, то есть вы не хотите эту тему обсуждать? Какую? Тему сотрудничества разных политических сил. Я со всеми сотрудничаю. Все. Все. Я вот вам говорю официально в эфире. Я сотрудничаю со всем российским народом, со всеми кандидатами, со всеми дамами-кандидатами, с мужчинами-кандидатами, с детьми-кандидатами, со старшим поколением, с младшим поколением. Я со всеми сотрудничаю. Я открыт ко всем видам сотрудничества со всеми. Всегда. Я с вами сотрудничаю, я со всеми остальными тоже сотрудничаю. Я только вот что хочу сказать. Войну надо прекращать. Вот это главный тезис мой относительно сотрудничества. Надо прекращать войну, надо беречь людей, не давать возможности властям отправлять людей на смерть, надо деньги направить на развитие нашей собственной страны, надо прекратить пропаганду ненависти к нашим ближайшим соседям, надо решить проблемы повышения жизненного уровня, что можно сделать в том случае, если изменить бюджетную структуру расходования бюджетных расходов. И сделать прозрачным, делать ясным, не делать огромное количество секретных статей. Вот с коррупцией что-нибудь еще хорошо бы сделать. Как-то ее так умять. В этих условиях никак нельзя умять никакую коррупцию. Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Фундаментально решить эти задачи, тогда будет уменьшаться и объем коррупции. Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич. Вы знаете, я должен вас удивить, 500 дней это полтора года. Значит, я вот хочу вам сказать, что если ничего не изменится, вы посмотрите, что будет со страной через полтора года. Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу. То есть, когда маски все будут сброшены? Вот когда все маски будут сброшены. Поэтому, сколько угодно можно говорить, что 500 дней это полтора года и мало что можно сделать. Я вам хочу сказать, что в негативном смысле можно сделать столько, что уж точно мало не покажется. Поэтому давайте эти 500 дней или полтора года делать то, что нужно делать. Вот то, что нужно делать, то, что соответствует национальным интересам страны. И по каждому вопросу можно все шаги промерить. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Можно промерить шаги, как сделать так, чтобы жизнь человека была дороже всего. Чтобы у людей были права. Чтобы у людей была собственность. По каждому из этих вопросов можно сделать очень многое. И все знают, что сегодня это не делается только потому, что это все, что я назвал, ведет к сменяемости власти. Как только у людей появятся права, как только приоритетом государственной политики будет жизнь людей, из этого вытекает сменяемость власти. Регулярная сменяемость власти. Вот в чем, вообще говоря, главное. Вот чего не хочет нынешняя власть. Вот почему она не хочет говорить ни про октябрьский переворот, государственный переворот. Не хочет говорить про оценку большевизма, про настоящую оценку террора. Потому что все это немедленно приведет к сменяемости власти. Она не хочет говорить, как я говорил в самом начале, и о февральской революции. Потому что февральская революция – это демонстрация краха самодержавия. Ну вот к революции. И к самовласти. Мы с нее начали, мы ее будем завершать. Мы народ спросили, что он-то думает, было ли там какое-то благо. Был ли октябрь 1917 года благом для нынешней России? Я считаю, что октябрь был величайшим трагедией, величайшей нашей России. Потому что, если бы не было октября, такого количества жертв среди интеллигенции научной и духовной не было бы. Он перевернул весь мир октябрь. И рабочим стали на Западе платить. И давать, и отдыхать, и все-все-все им все сделали. Если бы этого не было, они бы там сдохли, как собаки. Рабочий класс – это, конечно, основа. Это основа страны. Но интеллигенцию трогать не надо было. Ну, это трудно так сказать. Но думаю, что если бы этого переворота не было, было бы лучше. Ну, хотя бы нас было бы больше в России. Вот нежели сейчас население там до 150 не дотягивает. Это не намного больше, чем было тогда, насколько я знаю. Революция ничего хорошего не приводит. Если бы двигалась по нормальному руслу, мы бы не хуже других жили. Россия не слабее других, и не хуже, и умнее во многом. И почему те люди, которые были до революции, то есть, ну, при царе элита, не сделала бы лучше, чем те, кто пришел в ВИИ на себя. Не думаю. Слишком история была кровавая. Много потерь и человеческих, и всяких других экономических, культурных. Смысла не было, мне кажется. Ну, мое личное мнение, что, возможно, это была ошибка. 63% в нашем опросе не считают революцию благом. Подводим черту. Они меня полностью поддерживают. Я благодарю людей, которые умеют отличать правду от лжи. Это и есть мои избиратели. Я их благодарю. Их миллионы в стране. И опираясь на этих людей, раньше или позже мы изменим ситуацию в стране. И сделаем ее нормальной, современной европейской страной. То, чего Россия вполне заслуживает. Спасибо сегодня гостям московской студии «Радио Свобода» в день столетия, как говорили раньше, Великой Октябрьской социалистической революции, а ныне, лучше говорить, Октябрьского переворота, был Григорий Явлинский. Надеюсь, что вы примете участие в президентских выборах, а мы еще с вами подискутируем. Всего доброго. Павел Передачу, Михаил Соколов. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует.